Строители не прерывают работу даже во время визита главы города. Свой очередной вояж по детским садам Акбулатов начал со стройплощадки на улице 78-й добровольческой бригады. Сроки на этой стройплощадке явно поджимают. Этот детский сад нужно сдать к декабрю, то есть осталось всего три месяца. Впрочем, глава города уверен, строители справятся. Строительство этого детского сада на улице 78-й добровольческой бригады глава города отметил особо. Если обычно детские сады строят в уже сложившихся микрорайонах, то здесь микрорайон еще не застроен. И такая игра напережения, конечно же, имеет свои минусы. Например, стройплощадки вокруг и автомобильная стоянка, расположенная почти впритык. С автостоянкой и непонятными грудами земли глава попросил разобраться в течение осени, чтобы не получилось, как с детским садом на улице 9-го мая. Он сдан еще в феврале, но нормального подъезда к нему нет до сих пор. Только временный и деревянный тротуар для пешеходов. Эту проблему смогут решить лишь через год, к следующему сентябрю. Акбулатов признался, проблемы с внешней инфраструктурой есть фактически у каждого детского садика в Красноярске. Вот еще один объект в переулке Светлогорский. Он уже сдан и со дня на день ждет своих воспитанников. Но при строительстве с трудом удалось сохранить автомобильный проезд по переулку, чтобы родители могли подъезжать к садику. Для нас очень важно, чтобы если мы строим детский сад, подходы, подъезды к этому детскому саду были сделаны таким образом, и вообще территория вокруг детского сада была сделана таким образом, для того, чтобы было приятно не только находиться на территории детского сада, но и по соседству. К сожалению, я хочу сказать, что это касается практически всех детских садов. Теперь благоустройство детских садов не ограничится только его территорией. Новая задача сделать так, чтобы и вокруг садиков территория выглядела достойно, что усложнит задачу строителям. Сейчас в городе строят 8 детских садов, из них 6 должны сдать уже в этом году. Дмитрий Пименов, Дмитрий Кудько, Афонтова новости.